Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот опять же тут подправлю ошибку. Номер 826. Событие дня. За 19-е, 3-е, то есть марта 18-го года. Да постыдятся и посорамятся, ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющим мне зло. Да будут они, как прах при лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользит, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого. Да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Инатий Лапкин. Мир Божий тебе, Виталий. Пока никто не помогает мне скидывать уже обработанные и упакованные проповеди. Как вот ты уже... Упакованные? Слово, прочитай правильно. Укомпонованные проповеди. Как неизвестное слово, как трудно проходит. Дальше. Как вот ты уже четыре сделал, доступными для меня. А когда загружу их на наш видеоканал, то и для всех. Посещаемость таких проповедей несравненно выше, чем когда они в целой книге даны были. Теперь дело стало за тем, чтобы кто-то помог. Взял по одной книге и выставил так же мне их. То есть в каждой книге определенное число проповедей в Ворде. В Ворде. Это я когда-то говорил про проповеди в храме, а потом помогли их перевести в Ворд. А теперь мне надо это по одной проповеди в Ворде же, но перевести в видео. Это сделать скорее нужно, потому что летом я не имею возможности такой, загружать там в Потеряевке. Мне видится так. Если ты поскорее весь седьмой том так же пропустишь, уже будет небольшой запас. А так книги у меня открыты моком, вот они в одном томе. Всего проповедей найдено пока. 1302. Две. 302, да. Загрузи мне оставшиеся 58 проповедей седьмого тома в таком же формате. Мне доступно. Сначала, ну никак, вот никак. А я не могу туда ткнись, туда показывать, ну не могут просто делать-то, и ума не хватает, или желания. Ну я говорю, не могу принять. Все, сделал. Причем никто не говорил в течение одного часа, и каждый раз вот, не могу, это никак, это программы нету. И сейчас пишут, это невыполнимо, уже выполнимо, уже ставится. Так нельзя, вот, преграду, все, и бросили, спросили бы, ну а что сделать, я поищу где-нибудь. И как? Вот сколько отвечает? Ни один положительно не ответил. Я сказал, мы с Виталием переписываемся, Виталию говорю вот так. Вы возьмите из этого, ой, вы ошиблись, я Дмитрий, а не Виталий. Даже как-то страх нападает, да как же так-то, это мужики. Я старался более-менее понятным сделать, ну, в какой-то степени доступно для любого, практически никто. А я не разбираюсь, да разбираться ничего не надо, уже разобрались. Вон, готовые скидывать, теперь надо только эти проповеди вставить по той программе, и мне переслать. Не один. Поищу еще работников. Твой скайповский адрес, Калинников Виталий. По нему к тебе выйдут согласившиеся помочь. Ты им передашь программу и прочее, чтобы точно так же сделали. Калинников Виталий. Согласен? Тут же начну к тебе посылать работников. Я думал, сейчас на меня тут столько найдет, да каждый старается, да поможет, как Андрей недоступ. Каждое событие дня он разбирает. Краткое содержание, на какой минуте, секунде, о чем говорится. Ни тут не бывало, ни одного нету. А уже день прошел. Каждому буду давать по одному тому книг. Ты им подробно все расскажи. Но ко мне ролики должны быть по порядку в номеру. Данного тома. Первый, второй, третий и так далее. Калинников Виталий. Готовы помочь в деле Божьем? Бесплатно. Награда потом у Бога. Это я всем вчера послал знакомым, близким-то. И да это не ко мне, вы ошиблись, Виталий. Может вам надо было речь к нему выделить в кавычках, тогда может было понятно, что это к нему, а это уже к тем людям, которые вы посылаете. Впереди говорится, впереди лето. Мне не сделать, нужно сделать. Поищи работников. Речь идет, зачем я тебя посылаю-то? А то детский разум у людей. Что ты, опупелая совсем? Ну написано, работников ищу. Я для тебя пересылаю. Зачем я даю им адрес-то? О чем речь-то идет? По этому адресу выходи на Виталию, он все объяснит. Вышли они на него? Нет. А вот надо было так написать. Надо было поймать, связать и в рот затолкать. Как говорят, продают лекарства от блох. Как? Ну поймать и в рот ей лекарства положить, она вот сдохнет. А как поймать-то? Ну нельзя, да, блошиным умом думать-то. Страшно даже делается. Люди молятся, знакомые, ваши ролики смотрим. Что смотреть-то? Нужно по порядку. Теперь дело стало за тем, чтобы кто-то помог. Что? Непонятно. Взял по одной книге и выставил там мне их, те проповеди. Это сделать скорее нужно, потому что летом потерявкой буду. А мне это видится так, двоеточие. И дальше, куда более подробно-то. Нет, еще не так. Вот сколько, которые говорят не так, а как это надо? Я теперь буду разъяснять с повторами. А ну напишите, что было так, не напишут. Почему? Вот почему? Сейчас мы увидим, как одна женщина, она не получила от меня, но она свое дело делает. Каждое слово, которое я говорил, она впитала его буквально. Уже собрала группу, уже работают люди. Это зависит от молитвы. Мало того, у нее не первая книжечка, а стихов уходит. Ну смотри, который женщина, у кого стихи вышли, чтобы книжечка вышли. Ну не, не книга там большая. Согласен? Зачем спрашиваю? Начну послать работников. Точнее, я ищу работников. Ищу. Кто-то помог. Ну да, выше еще возьмем. О чем речь идет-то? Вот, никто не помогает мне скидывать. Уже обработано. Нужно еще делать. Посещаемость выше, значит, другие будут знать. Ну, как еще более-то никак. Александр, Игнать Тихонович, я не такой дока в компьютере, как Виталий и молодые ребята. Мой уровень, если скромно сказать, слабоват для таких дел. То есть ничего не надо думать, уже обдумано, готовое только, готовое. Их там вставлять проповеди и посылать. Я многие вещи аргументирую в общении в интернете из ваших книг. Сегодня вот с утра есть время, и я писал по поводу ношения бороды. Аргументирую я все из вашей книги к истинному православию. Молодец. Вопросы в общении разного порядка. Вот я и посылаю людей на ваш форум, где они сами читают, убеждаются в написанном из ваших книг. Слава Богу, что есть такая хорошая возможность для людей. Ну а теперь-то вот эта возможность расширить надо. Другие говорят, для меня самая цена – это проповеди. И вдруг я обнаружил, что 1300 проповедей могу выставить. Мои проповеди. В Ворде. А то там, когда на чьи этого слова не произносят, тут окончание заедает, и не поймешь как. Катаргин. Мир вам. Хотел задать вопрос. Два года назад я отрекся от православия. Как сказать, был крещен, но с Богом не жил. И затянул меня в староверие язычество, и стал я язычником. Спустя полтора года, в один прекрасный вечер, во мне что-то перевернулось. И я понял, что я очень сильно согрешил в том, что я отрекся от православной веры от Бога и Иисуса Христа. Вот это дошел, доигрался. И как ни странно, отказался от староверия. После крещения сына стал по чуть-чуть молиться. Какое староверие? Язычество? Другого слова-то нету. Староверие. В январе 2018 года случайно в Ютубе наткнулся на Игнатия Лапкина. Просмотрел много видео про вашу общину. И до сих пор смотрю. Случайно. Все случайно приходит. Могу сказать, что благодаря Игнатию Тихоновичу я очень сильно уверовал в православие. Вот так. Премного благодарен ему за это. Хочу спросить, как мне вымолит этот самый большой мой грех? Ну как, я только могу сказать, что Господь на это говорит. Игнатий Лапкин. Исайя 38, 17. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мой за хребет свой. Исайя 43, 25 стих. Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Михея 7, 18. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Михея 7, 19. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввернешь пучину морскую все грехи наши. 1 Петра 2, 24. Пучину морскую. Теперь прислушайся. Где мне, как вымолить? Вот, а что Бог говорит? Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Повторяю, что я ни одного слова не сказал. Ни пояснений, ничего нет. Сегодня, которые священники много выступают, у них тысячи там этих последователей-то. Ну, ни один не отвечает. Повторяю, ни один. Ни один. Говорит, как будто никогда Библию в руках не держал. То есть они по-своему лидеров осуждают. Кто-то богатый, грешник, тебя Бог положил, парализовал. Да это любовь Божия. Но он изъязнен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Все, вот я ему ответ даю этому Александру. И главное, никаких ни фамилий, ничего не пишут. Александр, Александр, у меня куча Александров этих. Екатерина Г. Вот теперь смотри, женщина пишет. Мир всем. Христос посреди нас. Здравствуйте, дорогой и близкий моему сердцу Игнать Тихонович. Благодарю вас за ваши молитвы и благословения. А также Володя Пащенко за посылку книг. Своё фото с книгами отправили. Очень многое хотелось рассказать, но после того, как мне сделали замечание, что много говорю, то, как бы положили печать на мои уста. Вот это понятно. Сказали ей, она сразу начала над собой трудиться. По этой причине не выхожу ни на скайп, ни на частое общение с вами. Просто молюсь за вас. И что-то Иерея Акима. Протоиерея Акима. И ваших сестёр и братьев из двух общин. Поделюсь своей радостью после того, как вы меня благословили собирать в общину, то мы сразу же в первое воскресенье и собрались у меня на дому для изучения Евангелия. А это совпало как раз с вашим днём рождения вашей общины. Я думаю, не случайно так вышло. Вот интересно как. Сразу же собрался мужчина, пишет там, тот с Австралии, тот где-то. И никого не может собрать. И женщина, и мужчина. Вот, пожалуйста. В наше время, она на суде Божьем, Екатерина, она как раз обвинит всех златоузговцев. Если хоть один человек обратился. Он шарится, ходит по больницам везде. Вчера пришёл ко мне врач община нашей, а жена тоже врач. И вот она жалуется, приходит домой, вся, говорит, разбитая. И определённое число надо принять, кто приходит в поликлинике. Заходит бабка, не может раздеться. Я, говорит, стою теперь, мне всё записать надо ещё там, разделая её. А там-то сидит очередь бабок-то. Ну что у нас столько там возится? Теперь начинаем говорить, а, Ась, что? Я и должна кричать, у меня Сингерта уже нет. Я не осмотрела ничего. За 60 лет, 70. А тут 9-й десяток лет идёт, и всё шарится и шарится по больницам. Одно зловоние. Кто их благословлять будет, этих бабок? Зачем ты пришла? Что я могу сделать? Бог положил 70 лет. И при большей крепости, если даст, то 80. В 70, в 80 уже всё. Ну всё, крепость даже и та ушла. Нет, из больницы не вылазят. И передача едут, говорит, это передача для тех, кто любит лечиться. И для тех, кому действительно это необходимо. То есть совершенно разное это, кому необходимо. Ты сразу решай, это от старости, всё кончено. Старость врач не может убрать. Ты её в гроб загоняешь. И ничего нельзя сделать. Говорю, глаза вытаращит, всё. Ну, каждое объяснение при том. Одна пенсию хлопочет себе, другая ещё что-то. Ну, куча порошков, таблеток. Пока нас четверо, и трое из нас уже крещены полным погружением. О, результат-то какой! Это так непросто было. Да благословит её Господь. Раздаю Красное Евангелие. Сожалею, что не всегда получается благовествовать. В храм хожу в платке, под булавку. Священники принимают спокойно. Вначале против, сейчас спокойно. А многие прихожане, кто меня хорошо знает, говорят, кто что. Как хорошо тебе платок. Вот так, платок хорошо. Ты как сектантка. Ты хорошая, ты как сектантка стала. Какая хорошенькая, и хочется тебя обнять и обнимает. Как красиво. Она пишет так, как речь-то у ней какая. Она разбила по частям. Прямая речь и всё. Женщина обыкновенная. В школе там уборщица что ли работает. А почему ты так повязана? Объясни. О. Ты сильно изменилась. Тебя прямо не узнать. То есть, кто только говорит, и она так выстроила. Письмо-то какое интересное-то. Ну, в общем, отношение ко мне не изменилось. Та же приветствуют, обнимают, радуются вместе со мной. Но некоторые меня принимают за матушку. То есть, думают, что я монашка или послушница. Просто пока я хожу в чёрной юбке и кофте. Мне так тепло и удобно. А летом хожу в цветном одеянии. К общению со священниками пока не готово. Сёстрам нравится изучение Евангелия и помогает жизни. Вот так. А также мы имеем общую молитву, трапезу и согласность с вашим уставом. У меня много искушений. А перед поездкой в город Москву я сильно зашибла ногу. И только спустя 10 дней пошла в больницу. Вот как. Оказался на мизинце закрытый перелом. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что я увидел в больнице. Слава Богу за всё. Господь милости в камне грешной. Всех помню, люблю во Христе. Стараюсь хранить благ. Понятно как. Вот у меня в лагере, ну иногда, когда костёр бывает в пятницу, ну поют, песни поют, там то другое. А тут я решил так, письмо засчитать. В нашем лагере, я говорю, пишет одна домой. Баба, а мы доехали. Хорошо здесь. Солнце тут хорошее. Кормят хорошо. И ухаживают за нами хорошо. И вот у неё... Другого слова нету. Хорошо. Ну как? О, это Юлька написала. Сразу угадали её. Я говорю, ну теперь ещё одно письмо. Представь, письма. Детям интересно как. Баба, а мы сюда доехали. Я и не думала, что так быстро мы ознакомимся здесь. И столько друзей. Превосходное тут обращение с нами. А природа чудесная. А вот здесь мы были просто восхитительные, где купались. А здесь слов нет выразить, как чайки здесь кричат. Баба, да если бы ты сама видела, да ты бы только радовалась и улыбалась. У тебя бы твоя прекрасная улыбка с лица не сходила. Когда глядывались все ребятишки. Вот я говорю, кто это написал? Ну по смыслу понятно, что девочка, я была. Не была, была. Никого нету. Никто не может узнать. Но каждый так заглядывает друг на друга. Ну я говорю, ну можно назвать кто-нибудь там потихоньку дайте мне знак. Кто знает, что я это письмо считаю. А когда кто посылает, я должен проверить письма-то. Ну и всё. А девочка одна сидит, маленько так рукой пошевелила. Ну я говорю, ладно, я скажу кто. Поднимись маленько. Она поднялась, как мои ребята все на неё воззрелись. А она никакая перед ними была. Она плохо слышащая. А у неё душа широкая. В этот день изменилось, сразу изменилось такое отношение. И с ней играть все хотят. И всё. Больше ничего и не было. Вот как. И вот эта Екатерина, она такая интересная. Представь, у неё книжечка, говорит, у меня новая книжечка стихов вышла. Верю в это. Ну хорошие, говорит, они не хорошие. Я не знаю, я посмотрел хорошие стихи. То есть видно, это не профессионал пишет. Но она как чувствует, как понимает, так и пишет. И вот мы так с ней сошлись. Сразу же она книги выписала, получила новый завет к Синоправославию. И выполнила всё, как сказано. Уже группка собралась. Три человека – это уже группа. И они делают так же, как у нас, занятия. Пообедают вместе. Другие узнают, приходят. И начало положено. Теперь могут подходить. Отношение со священником хорошее. Вот, пожалуйста. И самое-то главное. Все теперь полное крещение имеют. Ну вот выставят Гусейнов Рустам. Он первую букву взял. Как у него получилось? Горо. Игнатий Тихонович, мир вам. Если считаете нужным, поделитесь опытом. Пожалуйста, как лучше тренировать память на запоминание мест из священного писания, Библии. А также молитв. Спаси Христос. Он работал в Италии. Сейчас, кажется, в Украину переехал. Ну, по мере, имя, вы видите, что это не русский человек-то. Но все принял православие. До этого никак не хотел с толкованием считать. А сейчас без толкования не хочет считать. Ну, я его сильно обличил. Когда было, я говорю, как ты можешь с кем так жить-то? Ты же врач. Врач при том. Он все физиологически. Я там, ну, вот такое. Ну, я все это объяснил ему. Теперь как развивать память. Как повторение, мать учения. Поговорка есть. Считай чаще. Вот у Володи он выписывает на картоночках, на бумажке. А потом заклеивает скотчем, чтобы не стиралось. И смотрит, и считает. У меня так же было. Я всегда на таких писал. Я в Латвии когда был, и там нашел. Это еще при советской власти было. Да еще, может быть, до сорокового года. Маленькие розового такого, как вот у нас квиток. Мы даем, когда людям, где наш сайт-то. Ну, чуть побольше у них там, в два раза. И какое-то место писания. Одно место. По-латышски. Я это увидел и понял, как это хорошо. Я изучал латышский язык. И у меня с собой. Я писание одновременно изучаю. Я язык изучаю. Как это здорово. И место писания указано. Но видно, что это не православное. Там, может быть, люди ранее. Или кто они такие. Вот что и у нас есть. Теперь нужно показать наши ресурсы. Некоторые не знают. Вот мой мир. Вот человек просится в друзья. Я сказал, лицо покажи. Ну, давай, выходи на скайп. Нету близко. Видно, относится хорошо. Ну, по крайней мере, пишет хорошо. Ну, я не хочу просто отклонить. Нажимаю, человек исчезает. Уже не один раз это. Стоит на своем. Ну, ты ко мне пришел. У меня определенный порядок. Очень как-то сюда переношу все, что выставляю на Ютубе. И вот в мой мир. Это мой мир называется. Мне говорят там хорошие одноклассники. Фейсбук, Твиттер. У меня везде есть странички. Администрация, модераторы занимаются. Я никуда не хожу. Но лучше моего мира нет ничего. Как оно? Только выставило. Первые главные фотографии в ряд идут. Дальше. Друзья. Все до одного. Любому. 4263. Сегодня кто пришел. Отдельно. Вот они. Что сегодня выставил. Знаете, как они все. Вот они выходят. Все эти ролики. Вот даже сравнивать не хочу. Нету других там. Даже ВКонтакте. Теперь. Ну, теперь что? Дальше. Нажал только. Какие сообщения. Здесь какие отзывы были. Ну, все абсолютно. Уведомления какие. Вот они есть. Здесь. Здесь друзья. Вот они все. Фото. 21 тысяча. Нажму сейчас. По плейлистам разложены. Видео. Видео тоже много. 9 тысяч 13. Ну, всего у нас 10 тысяч 250. Это на ютубе. Какие группы. И даже это есть. Мой мир. А раньше было 10 тысяч друзей. И 12 фотографий. Они получали от меня в течение одной минуты. Сразу. И 5 тысяч знаков в ворде. 10 тысяч сразу. Ну, нет. Нигде больше этого. Ну, а тут начали их трепать. Видимо, заставили убрать это. Теперь по одному каждого. Цепляй. Ну, отдельно. Это наш православный видеоканал открытым оком о свете Библии. Ну, повторяю. Что у нас здесь сейчас? 16 тысяч 363 подписчика. Что, как случилось, почти 100 подписчиков появляется каждый день. Каждый день. Стояло на месте и вдруг как сорвалось. Ну, и просмотров. 15 миллионов 936 тысяч 90. Ну, вот. К средству массовой информации нас отнесли. Вот здесь все есть. Очень удобная система. Ну, и во свете Библии православный библейский сайт. Самое ценное это вот вопросы и ответы от проповеди. Сейчас я их оттолкну. Ну, и все. Только нажал проповеди. Сразу появляются 1136 проповедей в храмах Барнаула и Потеряевки для чтения. Список проповедей по алфавиту. Список проповедей по местам писаний. Как полпают. Вот я оттолкнулся сейчас. Вот пошли. А сначала не было так. Это 14-й том открытым оком. У меня 733. А воочи. То есть названия проповедей, какие я говорил, и они все здесь вот на форуме. На сайте. Ну, и так видно, вот сколько идет. Видите, сколько работы проделано. Сейчас я их хочу в Ютубе, чтобы помогли мне. Вот Виталий Калинико переделывает их по отдельным файлам. Уже начал выставлять, и посещаемость заметная, большая. Я же так. Вот так. Ну, возвращаемся назад. Так. А теперь еще как. Список проповедей по местам писаний. Как? Нажимаю. Вот список проповедей. 1136 проповедей обработано. Начиная с 7-го тома до 30-го. А теперь 33 тома. Каждый том 752 страницы. И вот на Матфея. А у священников, у них на каждый день что считать? Они теперь мне пишут. Я, говорит, открываю. Матфея такая-то, глава 4-я, глава 5-я. И дальше. Вот глава такая-то. Ага. Страница такая-то, такая-то. Том 10-й. Страница 403-я. Ну, и 8-5. Это 8-я глава. Евангелие от Матфея. Евангелие от Марка. Вот посмотри, сколько работы. Каждую цифирку надо было найти, попечатать. Евангелие от Луки. От Иоанна. Деяния. Иахова. Петра. Дальше. Послание к римлянам. К орифинам. Вот сколько работы было сделано. И любую проповедь найти в книге она есть. Это, я думаю, ни у кого нету. По крайней мере, в интернете не встречал. Это большая-большая работа. Проповедь сказать. Тем более, не по бумажке. А потом это все надо перевести, перепечатать в ворд. А теперь определить центральный стих. И вот так вот таблицу общую, как в Писании проповеди по Ветхому Завету. И на различные праздники события. Вот посмотри, сколько восстановления, наследия. А потеряете. Как благословлять. Вот я показываю. То есть, какая работа. Те, которые вокруг крутятся. Это моя колокольня, я называю. Там они на нее мощатся, плюют. У них-то ничего нет. Я показываю только о проповедях. А тут 136. Еще 123 занятия по тематике. Аудио Библия. Стихов 3137. Помещено здесь. Это что? Это что она? Это не случайно. Это знаешь что? Выключили. Она, видно, вышла. Ну да. Нет. А что же это такое здесь? Вот это. Ну я и разговаривать не буду. Я погашу. И сейчас здесь открою. Мой ми. Вот к истине. Это к истине 1. А какая к истине у меня? Вот это вот, наверное. А, нет, это... Не то. Это форум. А вот к истине 1. К истине 1. Вот она. И здесь отдельно. Книги. В открытом виде. Для слова Божия нет ус. Вот я нажал на нее. Все. Предисловие. Содержание. Вот содержание в одной книге. Это заголовки. Это все документы. Почти из одних документов. Для слова Божия нет ус. Вот посчитай. Сколько работы. Это одна книга. А дальше тут идет текст. Вот нажал. Вот допустим какое-то. В православной Руси. К примеру. 567 страница. Давай-ка я нажму на нее. Еще будет. Ага. Ну-ка прочитаем. В православной Руси. Кавычки открыты. Это зарубежный журнал. Прошедшим летом Свято-Троицкий монастырь посетил Игнать Тихныч Лапкин. Редкий по своей одаренности и самобытности проповедник. Являющий собой как бы живую иллюстрацию. Женеописание отечественных подвижников. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. 20 века. Понятно. Вот такой отзыв получить это вообще невозможно. Так это редакция пишет. Я случайно журнал этот получил и движу там. Вот такое написано. К сожалению, Игнать Тихонович долгое время находился вне общения с вносителями духа истинного православия, архиереями и священниками Российской Церкви, что до какой-то степени отразилось на его мировоззрении. То есть не так мыслью, как они, которые за рубежом. Предлагаем вам беседу Игнать Тихоновича с насельниками Свято-Троицкого монастыря. То есть перед монахами я выступал. Который мы приводим с некоторыми сокращениями по возможности, сохраняя живую речь этого замечательного человека. Вот теперь смотри, который есть. Символ зарождения России. Что? Да, это Надежда Васильевна. Вот так. Коротко, рассчитай маленечко. До 24-х лет Надежда Васильевна вела обычную для молодой девушки жизнь. А что тебя считают-то? Ходила в театры, принимала участие в молодежных вечерах. Ходила в театры? Любила петь, танцевала. Танцевала? А теперь... Девятый десяток лет к врачам маешься, ходишь. Ну и так дальше. Смотри, какая статья большая-то. А теперь знаете, сколько вот... Это новая тема. Это 750 страниц. Владыка сожалеет, но... Вот Антоний был такой и здесь умер. Ну-ка. Что пишет он? По благословению его преосвященства, преосвященного Антония... Преосвященства? Преосвященнейшего! ...епископа Барнаульского и Алтайского, пресс-служба Барнаульской епархии уполномочена прокомментировать репортаж с пресс-конференции владыки Антония, помещенной в газете «Вещерний Барнауль» от 6 марта 1998 года. Это кавычки открытые. Не имея никаких претензий к журналисту Андрею Лушникову, его преосвященство сожалеет о, возможно, допущенных им самим некорректных выражений в адрес Игнатия Лапкина, которые, впрочем, ни в коем мере не были направлены на подрыв авторитета Игнатия Тихоновича. То есть в тосте была статья, что на меня, как говорится, наехал епископ, а он теперь говорит, может быть, выражение некорректное, ну и проще там было-то. В то же время его преосвященство просило отметить, что Игнатий Лапкин действительно не принадлежит к русской православной церкви, московского патриархата, а также и об особой позиции и внутри зарубежной православной церкви, которая на сегодняшний день юридически относится возглавляемая им община верующих. Владыка еще раз, как и на пресс-конференции, подчеркнул, что он с уважением относится к Игнатию Лапкину, прошедшему подвижнический и страдарческий путь. Но невозможно оценить его многочисленные критические выпады в адрес иерархов русской православной церкви, московского патриархата. К сожалению, иначе как деструктивные, а ибо они направлены на подрыв авторитета церкви, независимо от того, осознает ли это сам Игнатий Лапкин. Впрочем, в последнее время надо признать, статьи и выступления Игнатия Лапкина стали более взвешенными и корректными. Ну понятно же, я сказал, что не хотят трудиться, то другое это подрывает авторитет. Но какой он авторитет-то ниже планки, ниже плинтуса опущен. Сегодня-то посчитайте. Где это написано? Вечерний Барнаул, номер 42, 19 марта 1997 года. Какие статьи в этой книге? Теперь еще прочитай. Другая статья. По порядку в книге, до слова Божия нет уз. Игнатий Лапкин, победитель коммунизма. Вот представьте, статья такая на развороте. Лапкин появился в Барнаульских редакциях 10 лет назад, как только вышел из тюрьмы. Он выглядел, как и сейчас, в кирзачах, пальто и старой, некогда кроличьей шапке. И хотел, в общем-то, того же, чего хотят и сейчас. Чтобы все жили по совести. 10 лет назад эта идея была антикоммунистической... Антикоммунистической. Антикоммунистической. И подрывала устои тоталитарного общества. Поэтому Лапкин был в моде. Лапкину в жизни досталось. Хотя был у него шанс избегнуть Божьей стези и жить, как все. Был бы сейчас одним из сельских пенсионеров. Мастеровитых, домовитых, ожидающих денег от власти и писем от внуков. Но внуков нет. А от власти Лапкин ничего не ждал и не ждет. Он у власти требует. Советскую власть Игнатий Лапкин не любил с детства. Потому как родители и бабушка много плохого о ней рассказывали. Семья переехала в Сибирь в 20-е годы. Разжилась. Жнейки, лобогрейки, скот. Но тут и грянула коллективизация. Семья досталась от советской власти. В день смерти Сталина Игнатий спросил бабушку. Чего она плачет? Ведь он же зверь. Моих детей съел. Отвечала бабушка. Почему? Три сына моих родных дяди. Матери на моей. Родные братья. Макаре, Филарет и Эммануил. Ушли. И как говорят артиллеристы были. И все погибли. Погибли. А тут раскулачивались. Среди зимы выбросили их на улицу, на снег. И дед Ямман раскопал чуть не голыми руками. Это баню. И в бане жили. Это родина мать. Лапкин рос бойцом. Он готовился мстить. Учился стрелять. Ходил в секцию бокса. Отлично плавал. По его словам, кавычка открытая, если бы Господь не нашел меня, я бы давно сложил голову. Кипящий разум требовал пути. Дело. И очень вовремя Лапкин посмотрел в сельском клубе на Дальнем Востоке, где служил в армии. Фильм «Отверженные». Когда арестовали похожего на Жан Вальжана человека, Вальжан себе говорит, «Тысячи людей будут благословлять Бога за то, что я делаю, как мэр города». Но внутренний голос возражает, «Но за тебя невинность сидит в тюрьме, и Бог не услышит благодарственной молитвы тысяч, а услышит воздыхание одного, и проклятие пойдет на тебя». «Разве не было другой цели, как спасти не жизнь свою, но душу?» «Не жизнь свою, но душу!» Вот эта фраза меня пробила. Я семь раз смотрел фильм и семь раз прочел роман и не видел ничего, кроме этих слов. И с фанатиком мести он стал фанатиком веры, потому как он просто не умеет делать что-то в полсилы. Я всегда был максималистом, всегда хотел быть лучшим, самостоятельно изучал языки, и когда учился в мореходном училище, добился, чтобы мне разрешили сдавать три курса в один год, причем на любом из трех языков – немецком, французском, английском. Я всеми владел. Лапкин семимильными шагами шел по пути познания мира и человека. В армии я исследовал все политические системы тогдашнего мира и нашел, что самое лучшее, справедливое, что придумал человек – это фашизм. Фашизм – самая лучшая система на Земле. Выше Гитлера на Земле человека нет. Но при одном условии – если нет Бога, если в человеке нет божественной души, если нет в человеке души, если ничего не вдохнув в человека Господь, то Гитлер был прав. Надо убивать идиотов, надо убивать слабых. Все по теории Дарвина. Селекция – улучшение породы. Но Бог есть. И значит, Гитлер не гений, а сатана в человеческом обличье. Понятно как. Вот реально смотрел на это, я не боюсь об этом говорить. Это мое было мнение такое. Господь Бог был в душе лапки навсегда, но долго дремал. Кавычка. По собственным словам Игнатия Тихоновича. Он и немного пил, и дрался. Бог искушал и его тело, как говорил сам Игнатий Тихонович, в одном из дней своей юности. Приходила учительница, но Бог меня спас. Вера стала для Лапкина способом борьбы, методом сопротивления, где крестное знамение, как повстанческий символ. В те времена достаточно было не отрицать существование Бога, чтобы власти заинтересовались тобой. Лапкин делал больше, он говорил, что Бог есть, он свидетельствовал, рассказывал о Боге. Еще не встречая Библии, не встречая Евангелие. Еще в армии он за веру загремел в психушку. Это уже само по себе было диагнозом. А так как Лапкин не отрехся от веры, то и справку ему дали, неизлечим. Вяло текущая шизофрения. Потом все это снимут, как злоупотребление психиатрии. Врачи сказали, только смерть снимет с вас это пятно. Но раньше погиб строй, как кремейший строктивых рабов. Диагноз сняли во времена перестройки. Я любил море ужасно как. Мы жили в море. Мне это все было очень дорого. Но однажды вечером у Верова вернулся на корабль, стал молиться, и утром вся флотилия знала. Лапкин сошел с ума. Вот так по-житейски это произошло. Однажды вечером у Верова. А в советской России верить в Бога не советовалось. И пробовать Верой каралось неукоснительно. Лапкина уволили с флота, и власть принялась гонять его по социальной лестнице. Достаточно высокообразованной для своей страны и своего времени. В 60-х годах с 10-летним образованием со строительным техником за плечами. Лапкин еще в армии был прорабом. И в частности инспектировал строительство ракетных точек Дальнего Востока. Такая должность была удивительная. По всему Дальнему Востоку приходилось техник-смотритель воинских зданий. Игнатий оказался не нужен стране и выше плотника не поднимался. Плотником ему еще позволялось быть. Да и то однажды уволили через 6 часов после того, как приняли на работу. Жену его выгнали с работы. Она была учительницей начальных классов. При коммунистах она могла работать только уборщицей. Что ж, в этом есть мрачный большевистский юмор. Хотите страданий? Найте вам полной ложкой. В 40 лет началась полоса арестов. К тому времени стало ясно, что Игнатия не обуздать, не проконтролировать. Который нападает-то на меня-то и то другое-то. У них же ничего этого нет и быть не может. Строй другое-то. Они ничего не могут. Ни одного дня жизни их не было. И поэтому я смотрю на них с сожалением. Никакой религиозной организации, в которой власть разрешила существовать официально, лапки не промыкал. Так как компромисс с властью был для него неприемлем. Компромисс с властью, ты понимаешь, это какое слово? Соблюдать лапкинскую чистоту. Тем труднее, что здесь обязательно не только замечать зло, творимое властью, но и реагировать, сопротивляться. Церкви дано право только страдать и умирать. Вот так. В своем одиночестве стал уже выходить за флажки. Организовал на дому целый цех по размножению религиозных текстов. Большевики-ленинцы организовывали типографии. Лапкин опирал на звукозапись. Слово Божие на слух сильнее. Лапкин начитывал текст освященного писания. Жития святых и на 15 магнитофонах размножал запись. Рассылал все бесплатно. Деньги же зарабатывал руками. Клал печи. Печка стоила 35 рублей. В день Лапкин мог сложить от пола до трубы две печи. Деньги получались немалые. В частных домах Барнаула и по сей день наверное много печек сложенных Игнатием. Деньги шли на Слово Божие. Эта власть может и стерпела бы. Но Лапкин принялся размножать еще и архипелаг ГУЛАГ. Было у Лапкина маленькое развлечение. Все равно что интернационал петь под одеялом. Он шел к церкви давал бабулькам по рублю и говорил молитесь за возвращение раба Божьего Александра. И бабушки молили Бога о возвращении в Россию Александра Солженицына. В конце концов железные нервы большевиков не выдержали. Лапкина забрали. В первый раз его взяли в 80-м продержали три месяца психушки и выпустили. Основательно же судом и лагерем Лапкин загремел в 1986 году. Сидел в казахском лагере Жанатас. Шил фуфайки 15 минут на обучение. А потом надо давать норму 23 фуфайки. В день. Как там говорил Макаренко трудом наказывать нельзя. Как там говорил Макаренко трудом наказывать нельзя. Зато можно загонять. Особенно когда за невыполненную норму снижают пайку. К истинно и истово верующим при советах отношение было опасливо уважительное. Одновременно они заразны ли и да ты поглянь. А то ты поглянь. Поглянь, да. При этом весу Лапкину добавляло и то что посадил его к ГГБ. Двойственное и странное это почтение не раз выручало Лапкина. Его не били. Было такое наказание у начальника Жанатаса. Бил он шлангом и больше 20 ударов. Не выдерживал никто. Вот только отбритья вера не уберегла. Брили Лапкина всегда насильно. Когда Лапкин стал доходить сочувствующий врач положил его в больницу. А потом в столовую принесли свежую газету в которой было объявлено о помиловании по статьям 70 и 190 Прим за антисоветскую агитацию. Как говорит Лапкин я прочитал и кричу мне второе не надо я иду на свободу. 700 человек я встал и все знали там заключенные я кричу второе дают не надо мне я иду на свободу как все зашумели да как так там про нас ничего не написано. Его выпустили в считанные минуты ели живого помирать а он не помер он гремел сапогами на этажах газет насмехался над иереями и припоминал корреспондентам их репортажи он подавал в суд на власть и требовал возместить ущерб конфискованные магнитофоны и пленки он распространял библию переписывался с западом он поехал на то место где некогда было его родное село Потеряевка и устроил там детский лагерь сначала из шалашей потом командующий сибирским военным округом дал палатки теперь там снова деревенька генерал полковник Пинков Борис все хорошо кто знает Игнатий Лапкин вряд ли сам ожидал той скорости с которой рухнул колос советской власти он готовился к долгой борьбе он готовился передать эстафету он берег силы и вдруг дистанция кончилась с тем же пылом Игнатий нынче чистит ряды своей общины требует соблюдения всех правил от людей которым бы чего попроще так видно Лапкин был не против советов даже а против той маленькой обывательской вселенной которую каждый устроил в своей душе ну и какой грамотный репортаж и вот в этой схватке Игнатию не победить Сергей Кочевников Тепляков Сергей Александрович телефон это я беру только одну другую статью вот оно все перечисляется для слова Божия нет уз эта книга есть вместо музея литературы везде показывал теперь смотри опять возвращаюсь пожалуйста вот вопросы и как они разбиты как удобно сделано вот канонизация смотри вот канонизация какой пункт это 55 55 папок 4124 ответа я еще прочитал 25 так монашество вот сейчас натолкнул так и вот ткнул сразу открылись теперь все вопросы какой вопрос в каком томе вот ну и дальше вот что какое духовное состояние в монастырях России вопрос мне задают это я в университетах за кафедрой теперь я в него ткнул а вот и ответ и обязательно вот жирным курсивом это из священного писания и опять вот сколько вопросов в каком томе написано вот большой вопрос вот он написал о монашестве у меня было самое возвышенное мнение я вполне могла стать монашкой меня даже и влекло к тому и местные монахи речь о том вели что что тут угоднее всего Богу посвятить себя целиком а это возможно только в монашестве а тут вот вы стали говорить что монашество учреждение не евангельское измысленно по человеческим замыслам не ошибаюсь ли вы кто кто-то еще так понимает как говорите вы или это все ваши собственные наработки ваше собственное мнение есть ли у вас единомышленники в понимании монашеского вопроса это такая записка мне записка и теперь я вот теперь ткнул в нее а теперь вот пошел ответ древние уставы христианские ну и проще все это все уставы надо знать было монастыри разных в древнем Египте в Сирии в России вот теперь идут вот видите вот выведешь к этой жирным курсивом это один вопрос вот ответ какой какая страница какой везде страница сбоку показана какая книга откуда взяты пожалуйста дальше еще везде стихотворение а стихотворение 36 строчек 9 куплетов напротив каждой строчки место священного писания это книги не просто уникальные они единственные их нет таких больше нигде и поэтому я благодарю за все вот возвращаюсь сейчас сколько у нас тут 48 ну все 48 минут показать считал я вместе с Володей помогают Ващенко ну и благодарный слушатель Надежда Васильевна